Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 1140. События дня. Книга Евы, 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. Вот это надо было помнить современным людям, не вылазил бы нигде. Такие пакости натворят, и тут же опять выходит депутат, выберите меня. Так и у верующих точно так же. Лепится другим, при любое и учит, как семью сохранять. Убийца учит, как любить другого. Наше объявление. Поэт Анастасия, умерший, 4 ролика. Кто желает помочь? Тут прямо говорится, вот все. Сбербанки, какие номера. Ну и вот из Америки Андрей пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, просим, Христа ради, помолитесь о моей жене Татьяне. Мы уже просим не о чуде, а если можно, облегчение в страдании и силы для преодоления. Знаю, Бог слышит ваши молитвы. Для меня небо как бы медное. Мы на грани отчаяния заранее благодарим Господи. Благослови эту Татьяну и Андрею. Устрой как тебе угодно. Боже. Наталья. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вышла песня про китайцев. Вот делюсь. Песня про китайцев. А ну-ка, давай-ка мы ее прослушаем. А как мне тут убрать? Володя, подержал бы ты вот этот магнитофон-то мой? А я только включу его. Тут включу, она сразу включится. О-о-о. Всего-ничего. Тут, видишь, как закрывать надо ящик вот такой деревянный. Он мне входил, вот все. Володя мне пропилил тут сбоку. Я его накрываю, кошки лазят тут. Что интересно, вот телефон не слышно. Ну вот так вот положу, чтобы наклониться. Так он гремит, как будто трактор едет. Не знаю, может ему это вредно. Не знаю. Ну вот китайцы сейчас. Где это? Куда-то мелькнуло, ушло. Ниже, ниже. Ну да. А еще это так, почему? А, вон. Вон вверху, наверное, да? Ну-ка. Ну вот оно где. Теперь как, я вот так вот нажимаю и на него. И она должна, эта песня, зайти. Вот оно где. А звук включен у вас? А. В доме моем китайская дверь, ванны и душ. Кружки, тарелки, миксеры, дрель, ситицы, плюш. Ручки, тетради, бумага к нужде, дочкин портфель, телефон. Китайская всюду, теперь и везде. Китаем набит мой дом. Русские песни китайцы поют, тошно поют, хоть вой. Знаю, что врут, будто любят нас, скоро пойдут войной. Тем, что сдадутся на милости их, жизнь отсекут меж ног. Им ни к чему миллиард своих, чтобы русских плодить не смог. Будет война с китайцами, придут китайцы за яйцами. За землицею русскою, с душою узкою. А денег у них на сабельки, со всей земли да по капельке. Китайским дешевым дерьмом под крышу набит мой дом. В доме моем китайцам лафа деток рожает. Пять, али десять, кто попрекнет, вот благодать. Эх, Украина, эх ты, Беларусь, рвемся, ребята, по швам. С китайским солдатом однажды глядишь, предсмертный привет передам. Китайской войной нас накажет Бог за разбой и разврат. Китайцы зато и не любят нас, что все у нас через сад. Детей не хотим рожать, зато в себя каждый сам влюблен. Хотя на землей и не хлебушком никто здесь не обделен. Будет война с китайцами, почувствуем себя зайцами. Опять будем не готовы, а китайцы они суровые. Коррупция неуемная, а жадность неугомонная. Пока мы все пиво пьем, вовсю продают наш дом. В доме моем китайцы живут, как господа. Поселки китайские быстро растут и города. В прессе все тихонько, все хорошо, лишь иногда. С Хабаровска ветром доносит до нас, в Россию вошла орда. Желтой рекою зальют мой дом, выгрызут мой русский лес. Как же так, как же так, мужики, что с нами сделал бес? В церквах лишь бабы, а нам бы все. Сует, суета и плоть. Последней земной китайской войной Нас захочет очистить Господь. Ох, будет война с китайцами Будем стрелять в них пальцами За наши реки глубокие Да за просторы широкие И будут средь нас предатели И будут герои-спасатели А нынче изводит грусть Прости нас, святая Русь Понимают? Интересно, Никита Михалков Выставил ролик, как китайцы захватывают Небольшие части Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала С вами Алекс Джей Сегодня я хочу поговорить о самых страшных легендах стран мира Которыми до сих пор взрослые пугают детей перед костром Конечно, никто не может утверждать На самом ли деле произошло то или иное событие Но кто знает Я это убираю Мне сейчас не до этого Надо тут проще И он захватывает, как Как продвигаются малыми силами Убиваются Будет война с китайцами Будем стрелять только пальцами Ох, горе нам, горе Сколько абортов и кинут всех через борт Захлебнуться в своей крови и в блевотине Горе нам Ну и что Посмотрим Вот Кинули мне Галина Влеска Мир вам, дорогой Игнат Тихонович Зашла на наш форум Сгорел вопросище Но не нашла оконца, где задать вопрос Строчку здесь И 1 Петра Я отвечаю Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу, духом То есть это ей непонятно Толкование она не нашла Неудовлетворенное Вот это да А как же святые отцы толкуют апостола Петра к камня веры? Радостно понять так, как написано Или понимать Мертвые не телом, но духом То есть живые телом, но мертвые духом Аллилуйя Отвечаю Речь идет о преисподних местах, а не о земле 1 Петра 3 глава 19 стих Которым он, находящимся в темнице, духом Сойдя проповедовал Сойдя Откуда из земли преисподние места? Галина пишет Благодарю, это понятно Во втором томе вашего издания, страница 214, трехтомника Приведено толкование Но понять можно и так и эдак То есть двояко И таких мест в Библии немало Куда сердцем склоняешься, так и запоминай Как это объяснить на благовестие? От двоякости понимания слова вопросы не редкость От участников диалога при благовестии Как правильно отвечать? Я отвечаю, как написано у Феофилакта, так и отвечай А одно другому не противоречит, а дополняет Галина Принято Бог из величайшего своего человеколюбия не дает права на ошибку Знает, опережает наши движения разума Как Бог велик и праведен Не перестаю удивлять себя, благодарить Бога за его дополнение Виталий Я говорю, мы Редкий случай такой, когда прослушали, как он разобрал по Сергею Козлову Все и составил Там мое стихотворение есть такое даже, говорит Надо тоже посмотреть Благодарю за молитву, Игнатий Тихонович Я пишу, редкий случай, но мы сегодня решили сначала тут прослушать до конца И тогда только стали молиться утром Вот интересно, я найду я это или нет Сейчас я сюда зайду Вот обновлю И зайду Если только зайду, то, может, тут и найду Так Вот он, где у меня утром голод проходит Вот он Она парит, а он тут хорохорится Сейчас я только что абгеры, конюшни прочистил Много едят и большой отход Так Жизнь после смерти Сергея Благовестника Вот она, я открываю ее Мне приходилось встречаться с такими И все они круто меняли Так Часов Я дожил до утра Я сейчас найду Господь даровал тебе вторую жизнь Это про Сергея Как было И плохо рисовал Даже шкатулки расписывал под палевскую лаковую жилоб Дальше В декабре 2011 года Не ахай, не стани в беде своей увязнув И не умирай от ужаса, заглядывая вдаль От паники твоей удушья и миазмы За трусость, пораженчество Никто не даст медаль Болезнь твою врачи считают роковой Лекарств не существует Неизлечимы клетки Тебя из-за стола со свадьбы взял конвой В сугубой инквизиции берешься на заметку И это все умножь на длительную ложь Разграблен дом, семья, любимая работа Из рога изобилия рекой пролился дождь Едущий твой хлеб И те восстали против Не сей плаксивых слов губительную слизь Не выжить, срок большой не пережить Останови свой взор на Господе и ввысь Туда смотри, надейся и перестань грешить Апостола Петра палач на утро ждет А он спокойно спит, доверившись Христу Чудесной силой ангел цепей снимает гнет Молящиеся в церкви внезапно слышат стук Заклялись сорок извергов убить на завтра Павла Казалось, на спасение теперь надежды нет Но заговор раскрыт, все по-другому стало И поприще любви еще на много лет Войну не раз народы на проигрыш вели Надеждой засевали укромные места Вставал пророк, святитель по-своему велик И спрашивали помощь у Господа Христа События внезапно чудесно изменялись Без выстрела уходит страшнейший Тамерлан С сокровищами Ездра с народом возвращался Из плена в Иудею, спеша построить храм Не унывай, несчастный, не погуби себя Упорно мрак безвыходный рассеивая в мысли Господь, святая Матерь и ангелы глядят, как мы сумеем здесь все испытания вынести Так, с Богом я смогу несчастье одолеть Моляяся постоянно любимому Иисусу В страданье выпал нам счастливейший билет Себя не погуби, внезапно ставший трусом 7 октября 1986 года Тюрьма Барнаул Игла Игнатий Латвий Субтитры создавал DimaTorzok Вот посмотрели, это счастье, это Виталий Калиников Прекрасные передачи ставят Просто просмотреть можно И далее разговор случился у меня Записали ролик на эту тему Ролик будет с Виталием же Серахов, 27.9 Птицы слетаются к подобным себе И истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней Птицы-то ни при чем, дело в том и к истине И вот Сергей говорит Я иконы писал С 2002 года Он на это устремился И писал По 14-16 часов в сутки Я посмотрю, именно в 2002 году Я сажусь за стол и начинаю Верстать книги А он иконы А в одно и то же время А я до этого говорил У меня выходил Он говорит, без выходных Я пишу Я занимался За компьютером Сидел 14-16 часов Без выходных В одно и то же время мы начали И вот мы с ним встретились Как мы встретились Я там все рассказываю И он начал быстро меняться Писал иконы И вдруг Я ему не говорил Не пиши иконы Он спрашивал Я пишу, ладно ли это Я говорю Ну сам смотри Больше ничего не отвечал И он Я что делаю Люди-то иконы Тепло идет от них Это настоящие поклонники Уже делаются Это я виноват Больше не буду, наверное, писать иконы А иконы на стене у него везде висят Буду я благовестником Вот так Сергей Игнатов Мир вам При воспоминании имени Сергея Иконописца У меня на глазах наворачиваются слезы Это редко бывает у меня У него был тяжкий крест Который он достойно пронес земной жизни 17 лет на вытяжку лежал В 30 лет эта авария случилась Семь позвонков к решению Были разбиты в дребезги Грустно, что он ушел С нашей земной жизни Но и радостно осознавать Что все у Бога живы Теперь с ним в потустороннем мире Только мысленная связь Со слезами грусти и умиления на глазах Царствие тебе небесное, Сергий Упокой Господь душу твоего раба Щадай соработника Сергея Со святыми в обители своих И дай ему вечную память И вечный покой Аминь Роман Николаевич пишет Фроликов Сам Сергей Козлов в одном из видео В прошлом году говорил Что он отошел от написания икон Еще и потому Что он понял Иконы не служат для распространения Евангелия Не служат благовестию Людям необходимо слово Вера от слышания Ослышание от слова Божия Римлянам 10 глава 17 стих Говорит апостол Павел В послании к римлянам Поэтому Сергей говорил Что теперь не надо писать иконы А надо Возвещать людям истину Словом, речью И 215 или чуть больше роликов Он составил за это время Каждый ролик-то Он как кино его ставил Гуру Гусейнов Русик Игнатий Тихонович Напишите мне рецепт Лично от злопамятности Неуживчивости Пожалуйста Я вас прошу ради Христа Спасителя Вы были правы Да, я злопамятный И очень неуживчивый Слабый, болезненный Изнеженный И всегда хочу поменять обстановку Нестабильный И людей заношу в черный список всех Двуликий я Для меня святыня Библия Христос Так как жить свято Не получается у меня Я из крайности в крайность впадаю И тем самым становлюсь безосновательным Несовместимость с жизнью Или как вы там говорили Но я Божий И не помощником мира себе избрал Бог Не немощный избрал Бог-то И я очень хочу избавиться от гордости Самомнения И взять Иго Христа на себя Так как бремя его легка Но не получается Хотя может быть так и надо Я не знаю Не получается и все тут Вот уехать надо Уехал в Италию Думал в армию там завербоваться Пойти И нигде не получается Я ему говорил Сильно обличил его И он сразу меня в черный список занес А прошла неделя примерно Он проси меня Я погоречился Но вот это мусульманская закваска у него все еще Роман Таашуев Много уважаемый Игнатий Просто поражаюсь вашей беспощадностью К себе и к вашим насельникам Дай вам Бог многие лета Спасибо за хорошее служение Господу Христу Вот выставляют Вот как Англия молились В Англии за нас Это вообще ролик В Великобритании Баптисты стоят Дети малые Ну лет по 10-то И молятся Господи благослови Игнатия И товарищи его Там они в поездке И крестятся рукой Баптисты Я никогда больше не видел такого Мы думали встретиться Но масоны помешали От Бога все это было известно Ну и вот вчерашний день Что про вчерашний день сказать Занимался тут Мы утром и вечером В рулетку Сейчас рулетка такая есть Много что там натолкали Это блудный канал Уже все раздетые Показывают что не надо показывать И много там мусульман Я спрашиваю А почему вы здесь? Процентов 80 Почему вы здесь? Мусульмане Мусульманки ни одной нет А сами мусульмане-то А вон в чем дело Они любят гаремы Вот я ответ нашел Мне они не ответили А зачем вы пришли? Это похабный Блудный канал И все Фотографируют себя Только до шеи Голову не видать А зачем голову? Голова не нужна Потому что работает нижняя часть тела И то одеяло показывают То еще что-то Ну всячески там Хамят Маленькие ребятишки сидят Курят Канал какой Отхожее место Более пакостного канала Даже и не знаю Есть или нет И вот мы Туда спустились На дно ада И получается свидетельствовать Иногда Вот у нас Теперь уже С Володей Мы тут несколько раз Встречались Сколько я могу сейчас сказать Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Одиннадцать роликов уже составили И будете смотреть Интересно В каждом ролике Примерно десять Больше человек Что-то тут у меня Тут не поймешь где-то Ну и показать наши ресурсы Вот Первый Это конечно Любимый мой Мой мир В этом мире Вот мы переписывались С Сергеем Далее Ну это Наш Форум Тоже Православный форум Игнати Лапкина Во свете Библии Сайт Сайт Так и называется А где он сайт Это в Ютуб Вот в Ютубе Я выставил сегодня Только Ну тут архивы поднял Конечно С архивами Это у меня Четырнадцать Четырнадцать роликов Сегодня выставил Только ночью И Во свете Библии Так название Православный Библейский сайт Исключительно богат И красиво Составленный Сергей Никому не был Так близок Ко мне Так бог сделал Он сразу решил Мой сайт Сдублировать Сайт Я разрешил Это говорит Очень трудно Договорились Что это Очень трудно И он сам Нанял Программистов Из Израиля И из Белоруссии Я все дал Близ Сергей Ты вот делаешь Что Это же Долго делать Сделает Ты еще Деньги платил А кто же Бесплатно Будет делать Я потом узнал Заплатил 300 тысяч Иконописец Он говорит У меня деньги есть Я иконы пишу Они берут Я в Америке С одним так был Он пригласил Там Где-то Я не знаю Мы были Какая-то Сан-Франциско Вспомнил Еврей Уверовал И пишет Икона Как у нас Вот висит До того Небрежно Вот как попало А они Американцы Ничего не понимают Покупают Говорят их Иконы Такая мазня Прямо Мазня Ухо Ниже щеки Я говорю Что ж ты делаешь Так Какая разница Платят деньги И все А люди смотрят Ой Иконопись Я вспоминаю Как один продавал Картины Сюрреалиста Какого-то И там Какие-то Линии С краски И хозяин Все объяснял Вот это Вот возвышенное чувство Вот тут Переживание Ну все Наконец Умоляют Ну покажите нам Этого художника Хоть раз Поговорите Хорошо В следующий раз Приходите Но вход будет платный Очень дорогой Потому что Он не хочет Ну а я все-таки Уговорил его А какой билет Сколько В 200 долларов Ну заплатим Они пришли А где Этот художник Сейчас он здесь Приводит У него как на цепочке Сидит обезьяна И он привел Краску распечатал Кисть дала Она стала И спиной К стенке Это он холст повесил И она в краску макает Кисть-то И между ногами Бьет себя И по стене Брызги Разлетаются все Вот А теперь смотрите Что это означает Вот это она переживает Не хотела идти Они рты раскрыли Умные Разъясняли Каждый Сопливый потек Здесь у нас Открытым все Текстом Вот 4124 ответа По темам Какие бесы Колдовство Библия Богослужение Болезнь Будущее мира Грядущий суд Ну и 55 папок А как Сейчас я нажимаю Вот видно Нет рука здесь Будущее мира Я нажал Она открылась Вот в каком томе Как звучит Например вот Вопрос 1569 Согласно Библии Уже все заранее Разнаряжено И уже ничего Нельзя изменить Но по крайней мере Можно ли видеть Хотя бы Как это приближается К концу Кто на самом деле Нами руководит Вот одни вопросы идут А теперь на матроса Я опять рукой нажимаю А вот теперь пошло Это самый вопрос А теперь ответ И Библия говорит Что в конце мировой истории На все миры Будет один правитель Еврей из колена данного Столицей мира Будет Иерусалим Царство продолжится Всего 3,5 года На самом деле Он будет 7 лет царствовать И только половину Вот этого времени Он будет властвовать Над всем миром Ясно что Не враг И не раз И не вдруг И дальше Масштабы диверсии Вот я перечисляю Это один ответ Только такой Круглым столом Вот Установить правление Единого мирового правительства Мировой порядок Контроль Разрушение Откуда это взято Я не понял Так Что говорит А вот Небольшие Выдержки Из книги доктора Джона Колемана Комитет 300 Тайны мирового правительства Витязь Москва 2000 год Предисловие переводчика Приводятся сотни имен Заговорщиков И место их нахождения И вот как они готовятся Вот оно где Полное разрушение Национального Самосознания Национального Достоинства Разрушение Религии В особенности Христианства За единственным исключением Своей созданной Религии Упоминаемой Выше Ну вот смотрите Сколько все Просылало Это только один вопрос Один ответ Так что у нас Очень Богатые Ресурсы Считаю На сегодня У нас все Хватит Ресурсы Продолжение следует Продолжение следует...